Вот это вот, это нелегитимно. Это, в принципе, претензии, которые не имеют права на жизнь. Это часть нашего народа, и они должны быть в составе нашего единого государства. Очень интересно требовать от украинцев любви в то время, как ваша страна убивает. Томсо, а как же слова Кадырова, что отправит своих сыновей воевать в Украину? Томсо, приветствую тебя. Чем хуже люди ЛНР и ДНР от людей Чечни, которые хотят независимости? Они же тоже хотят независимость, как и вы. Совершенно неуместная аналогия, непосходящий пример. Потому что не существует донецкого народа, луганского народа, херсонского народа или запорожского. Такого народа не существует. Есть украинцы, есть русские, есть чеченцы, татары, башкиры, якуты. Это народы. Право на самоопределение есть у народа. Понимаете? Вы пытаетесь подменить понятия, и тем самым вы обесцениваете реальную борьбу народов за свое самоопределение. Подсовывая какие-то фейковые вещи. Когда есть народ, и этот народ порится за право самоопределения, на независимость. Это то, что правильно и узаконено. Но то, что ты приводишь, пример, это как если бы часть чеченского народа, какой-нибудь отдельный тейп, скажем, или там союз каких-то тейпов. Или внутри тейпа у нас есть тоже определенные деления, там нагары, ответвления. Или если бы они отдельно. Или какое-нибудь отдельное село, допустим, в Чечне. Отдельный район в Чечне. Захотел бы независимости от Чечни. Вот это вот, это нелегитимно. Это, в принципе, претензии, которые не имеют права на жизнь. Это часть нашего народа, и они должны быть в составе нашего единого государства. Это неотъемлемая часть от нашего народа, понимаете? Вот точно так же и в вопросах с Луганском, Донецком, Херсоном и так далее. Это украинцы. И это часть Украины. Если же они, кто-то там не считает себя частью Украины, не считает себя украинцем, русский, например. Никаких проблем. Россия огромная. Там столько земель, которые вы можете освоить. Пожалуйста, просто переезжайте. Но без украинской земли. Это Донецк, Луганск и все остальное, это украинская земля. И проживают там украинцы. И этнические, и гражданские. Если вы скажете, там много этнических русских, это не дает права на то, чтобы теперь эти этнические русские делали территорию, на которой они проживают, частью России. Эти этнические русские, если им некомфортно жить в Украине, иметь украинские паспорта, то они просто переезжают на свою историческую родину, там получают российский паспорт и живут среди русских людей. Если там, в Донецке, есть, скажем, чеченцы, которые не хотят жить в Украине, они просто переезжают в Чечню, живут в Чечне, понимаете? Вот такие правила. А территория остается за украинцами, так как это их земля, принадлежит она им. Так же, как чеченская земля принадлежит чеченцам. У нас тоже проживают разные народы, но они не могут в какой-то момент сказать, так, вот здесь, вот это вот село, допустим, мы здесь проживаем компактно, мы теперь хотим стать независимыми. Дорогие друзья, хотите стать, давайте в другом месте где-нибудь, территорию, наша территория, наша земля, ее мы вам не отдадим. Вот такие вот правила. Не нужно подменять право народа на самоопределение и какие-то попытки другого, причем большого государства отжать территорию государства меньшего. По мосту ездят гражданские люди, это кочунственно ликовать по поводу этого, взорвать мост, по которому ездят мирные люди, это подлый поступок. Кстати, вот это тоже такой вброс. Очень важно, что мост по сути своей это стратегический объект. Мост, который, единственный мост, который соединяет полуостров с Россией, это просто глобальный стратегический объект. Поэтому, ну мирный, он, его нельзя называть исключительно мирным. Поэтому мосту едет техника, поставляются боеприпасы, обеспечивается российское, российские войска обеспечиваются продукцией, продовольствием и так далее. Поэтому объекты, такие объекты, как мосты, они, конечно, не являются мирными и они всегда первыми поражаются для того, чтобы перекрыть вот эти вот возможности поставок, возможности отступления, наступления и так далее. Так что здесь, чисто если посмотреть с точки зрения правил ведения войны, то это абсолютно все по правилам. Мосты, вы думаете, почему даже в любых, даже здесь в Швеции, в любых городах мосты всегда отдельно имеют видеонаблюдение, то есть они постоянно охраняются, потому что это стратегические объекты. Мосты, это стратегические объекты и они, конечно же, поражаются. Тумса, о чем мы, русские, должны любить укров? Они нас большинство ненавидят, всех, а мы их что должны любить? В ответ, у них теперь братья американцы и британцы, а у нас африканцы и сирийцы. Очень интересно требовать от украинцев любви, в то время как ваша страна убивает мирных людей, кстати говоря. По мирным домам в Запорожье был нанесен удар, это, видимо, был такой ответ Путина на Крымский мост. И крайним цинизмом, я считаю, сейчас вообще говорить про какую-то любовь, украинцы нас любят. Украинцы сейчас справедливо вас ненавидят, абсолютно справедливо. Когда к ним пришли для того, чтобы их убивать, сейчас там пытаться как-то вас отделить хороших от плохих. Это, знаете, такие, даже не то чтобы требования, вообще такие мысли можно высказывать где-то вне Украины. Но украинцам сегодня говорить что-то вообще про россиян, как-то пытаться их чему-то, типа, знаете, ну там есть и хорошие и так далее, это украинцам сейчас это говорить в принципе неправильно. Украинцы абсолютно справедливо сегодня испытывают ненависть ко всему российскому. И это, ну это правило, ну не то чтобы правило, это такая данность любой войны. Когда идет война, когда льется кровь, там не занимаются вот этим вот отделением хороших от плохих. В целом все, конечно, красится в одни цвета. Я думаю, что любой украинец, если с ним поговорить на эту тему, да, то он тоже скажет, что, конечно, везде люди есть разные. Но когда идет война, сейчас рассуждать на эти темы, конечно, они не будут. Конечно, они в целом будут говорить очень жестко. Они будут говорить эмоционально. И за это украинцев никто не может сейчас упрекать. Я видел там, допустим, Зеленский что-то скажет, там русский и так далее. И там сразу начинается, о, вот он там всех. Да Зеленский президент Украины, страны, в которую вторглась Россия и убивает граждан этой страны. Конечно, он имеет сегодня право на то, чтобы любые жесткие высказывания делать в адрес этой страны-агрессоры. В том числе, а как же слова Кадырова, что отправит своих сыновей воевать в Украину? Но это осталось словами, пока... Кстати, его сыновья стояли на этом мероприятии, тоже вооруженные. Причем, почему-то они стоят с натовским оружием. Вы заметили, что его дети держат в руках не автоматы Калашникова, а натовское оружие? Так как это объяснить, Кадыров, почему? Почему ты так не любишь страны НАТО, а использующих оружие? Наверное, все-таки качество ты уважаешь, да? Признаешь, что по качеству твоя страна отстает. Субтитры создавал DimaTorzok